Ну что, мы находимся в близких километрах от Брестской крепости. Ну и, наверное, самым таким символом, деревом Победы, который 4-й и 9-й мая, является, к сожалению, не Павловня, а Твердосканадский. Посмотрите, какая красота. Это еще не самое сильное цветение, когда я был в Киеве, впервые видел цветение, ветки и ствол, все были густо облеплены цветами. Зима была так себе, и многие почки, похоже, погибли все точно. Но дерево распускается, морозов в самом Бресте не было, за городом немножко подморозило. И это уже последняя неделя, то есть неделю он цветет, и пошли уже листья. Некоторые цветы помяты ветром и немножко может быть подморожены, не могу сказать. Скорее всего, у нас очень яркое солнце, и цветы просто выгорают. И все равно, посмотрите, поначалу был прямо бордовый розовый цвет, а сейчас нежно-розовый. Дерево вполне может заменить и даже конкурировать с сакурой. Видишь, не имел копирчатый. Второй, в общем-то, по значимости или рядом с ним стоящий. Вообще, сейчас много чего цветет, и сердце просто лидирует. Я не снимаю цветение рябин, спирей, всевозможных хиномелесов, там, вызитанию прозеваю. Но основные хотя бы верхушки я зацеплю, поскольку посадочный сезон, и лопата постоянно в руках, сапоги, лопата. Но сегодня праздник, мы слышим праздничные визги на каруселях. Народ радуется, народ ликует. Кое-кто даже интересуется церпусом. Пару человек подошло посмотреть, что это за ерунда тут развеется. Вот, побольше бы такой ерунды. Может быть, наши люди были бы более... Кологически грамотны. Да, такое символическое дерево для наших шаров.